так всем привет друзья мои я бы хотел сейчас рассказать немножко про свой процесс как я придумал тоже до своего шота вообще как я разрабатывал идею и вот сейчас я вам покажу кое-что смотрите для начала то есть у меня есть папочка вот в ней я вообще надо с чего-то начать я визуал да мне надо с визуальной части начинать я вот взял открыл карты абстрактные нашел и первый попавшийся на самом деле щекнул вот вот такой я и сохранил вот и дальше у меня какие-то идеи были я тут же начал вот это вот потоковое письмо делать вот и потоковое письмо где она вот она то есть тут началось цепи бегает ключ туда-сюда ну то есть я пока писал просто какие вот все что получается голове тут же переношу в текст то есть у меня была идея что это будет короче такая короче непонятное пространство где куча цепей и куча замков висит и по ним бегает какое-то там такое существо не знаю я не знаю что за существо что это за рик будет вообще может просто две геометрические такие палочки вот бегает короче такой вот рик с ключиком и пытается возможно даже куда-то там этот ключ применить вот то есть он бегает там перед камерой на заднем плане там по диагонали вверх-вниз и вот я пишу вверх-вниз по диагонали перед камерой и до дальнем сейф дверь замки большие маленькие внутри пробегает то есть показался такой замок огромный такой и он внутри скважины пробегает ну то есть настолько огромная скважина что даже внутри внутри можно забежать целым ключом и понятное дело не открыть его вот ну бежит и вот я начал дальше размышлять о чем бежит то есть как бы он пробегает от кого-то бежит или он на время бежит в припрыжку переворачивается вот это мне понравилось короче бежит бежит но он может вот так вот бежать то есть он может как-то вот вот так вот и не падать при этом то есть у него видимо законы вселенной ему на них кофе вот переворачивается лабиринт цепей то есть тут же идея почему-то пришла откуда то что это может быть прям реально крутой лабиринт допустим за ним гоняются толпа странных существ я прям представил знаете раньше в мультиках делали такие кучу каких-то там негритят которые такие просто пыль из нее такие просто палочки торчат там типа что-то неведомое такое или это будет какой-то гомункул по моему это так называется ну то есть это просто какая-то абстракция то есть какая-то хреновина с руками ногами какая-то такая ну тоже нелепая не страшная но но нелепая такая по сути вот видите ассоциация как бы перешла из кучи персонажей в одного большого что это будет какая-то перекатывающая субстанция непонятно вот раскачивается ли лестница почему-то в голову пришло это могут быть лестница раскачивается ли лестница цепь переворачивается ноги с ключом ну то есть вот с ключом дальше у меня почему-то пришла гениальная идея что это может быть короче как бы ну сравнение что это сперматозоиды что будет очень много с ключиками бегать такие человечка да по цепям как будто бы это сперматозоиды что они короче бегают их много и они друг друга толкают как-то там короче ну понимать да то есть и и бегут к некому замку хо-хо-хо чтобы это значило вот что типа бегут к замку и самый ловкий тип обгоняет всех и так далее дальше вот тут точку надо поставить то есть ключ застревает это я решил что это как-то не знаю ни в эту сторону не захотелось идти вот ключ застревает это другое чтобы там же но цепочки да вот эти вот да и в них вот он может бежать с этим ключом да и этот ключ может застрять в этом цепочке повиснуть на нем то есть это просто не как идея всего шота какая-то часть из него вот застревает цепи его вытягивает умного тащит вытягивает свет почему-то мне было пришел я знаю почему потому что свет отражается типа один большой замок где-то там наверху подсвеченный ну чтобы зрителям не было сомнений что где замок и что это за замок короче то есть это явно целевой замок вот к нему тянется ему тянется вот-вот настигнет а но там типа я не идея была что вот типа вот наш герой тянется к этому ключом тянется к этому замку и его там уже догоняет гомункул гомункул тоже за ним тянется и вот значит такая такие мега напряжение что типа что же первее гомункул сожрет главного героя или герой вставит ключ замок такая прям кульминация напряжение но короче этот чувак отпускает ключ ключ падает на гомункула гомункул улетает улетает в пропасть и тут я немножко задумался блин ну как-то стрёмненько получается что дальше то делать то есть все допустим да мы типа спаслись от гомункул но лично улетел через делать и почему-то дальше вот почему мне захотелось это видео записать потому что это часто у меня бывает что вот этот процесс он затрагивает не только шот он затрагивает начинает выходить вообще за рамки то есть почему-то у меня пока я разгонял этот счет у меня пришла идея что возможно может быть в будущем для следующих потоков в третьем классе это для меня такая глобально что возможно это сделать один большой мульт представьте будет у нас допустим там 10-12 студентов мы попробуем придумать какую-то раскадровку вместе ну или там знаю кто-нибудь один или я это сделаю вот придумаем прям сюжет и дальше шоты раздавать всем то есть и народ будет делать получается не свои идеи а мои мои идеи и него чита допустим его вообще но факт тот что мы типа потом что собираем у нас получается быть и мы его типа сделали там условно за месяц весь такой простецкий но не в этот раз так что это я себе записал куда-то и возвращаемся к нашему герою ключ падает но тогда что значит разгонять ключ вот упал помните упал на гомункула гомункул летит вниз ключ летит на него все кричат главный герой не знает что делать и короче ключ летит 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 и попадает в другой замок этот замок открывается и начинается цепная реакция все цепи спадают ключи все все замки раскрывается непонятно ну то есть почему вдруг зачем надо было тогда бежать я получается явно показал что замок должен быть один и он подсвечен почему вдруг открывается другой и мне кажется это усложняет поэтому я решил отказаться от этого и что мне дальше гениальная идея пришла ребятушки ребятушки что далее даже тут написал смотрите цепная реакция цепи расходятся и это сложно сделать потому что ну как-то это еще надо реализовать в мае что эти кучи цепей разваливается то есть тоже целое дело я не обладаю такими знаниями вот перевернуть мир главный герой может переворачивать мир то есть представляете у него и суперспособность вот он бежит допустим и он не он переворачивается а он мир переворачивать получается он там я не знаю как почему-то почему-то он так делает что короче мир переворачивается и он бежит дальше то есть это но есть такие игры где механика игры механика игры что мир допустим там черно-белый еще что-то где-то в этой игре это видно вот а гомункул он короче у него там он видимо у него щупальца поэтому он на него действует силы тяжести он переворачивается с миром но он не улетает просто потому что он постоянно такое на чеку и он постоянно держится за эти цепочки поэтому не влетать ударил себя по носу просто вот но потом когда уже вот он готов уже схватить главного героя он видимо теряет бдительность и этот главный герой отпускает ключ ключ падает на гомункула дом они улетают но потом главный герой переворачивает мир и все это летит обратно и гомункул пролетает мимо и улетает в бесконечность а главный герой хватает ключ вы поняли это клевая идея усуя вот ну и там вставляет замок замок открыть не знаю зачем в это время мы просто не слышит аплодисменты куча не овации и эти самые цветочки не летят от камеры короче мне бы захотелось просто показать вот так вот такое движение танцевальное показать свой процесс какой-то как это работает как и за что я цепляюсь то есть я вот даже был момент что вот ключ застревает в цепи я просто мысли начали крутиться что а что может быть вообще с ключом и цеплями то есть он может по ним там не знаю бить об них он может раскачиваться он может застрять и он может там не знаю застрять так что несколько цепочек вот так вот соединить да то есть цепочка одна была цепочка вторая вместе они сошлись между ними ключ ну просто не дают ну то есть я не знаю почему ну просто это пока что идеи которые когда-то может быть для чего-то можно применить вот такой мозговой штурм самим собой мозговый штурм для одиноких людей лёха ушел короче теперь что я вам еще хотел тут у нас помимо моей папки я тоже являюсь студентом теперь в фантомии вот тут что ческаком члене откроется и вы чего не узнаете короче нет вот use full materials здесь есть полезные ссылки появился текстовый документ и здесь две штуки есть первое это рисовалка я и пользовалась пользуюсь иногда то есть она онлайн всегда можно чего-нибудь по-быстрому нарисовать и стереть ну то есть она у меня открыто и неудобно и что еще крутая штука смотрите тоже там ссылка есть вот это вот спич спич под это вот такая штука которая может делать такие вот 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 следующие я включаю запись и говорю вам всякую ерунду ерунда тра-та-та-та хватит вам сидеть ни хрена не делать жопу просиживать посмотрите видали вот и видите она мне не очень может быть удобно печатать да ну и там вам тоже не очень удобно мне удобнее писать но мне не хотелось чтобы я там это фотографировать вывешивать чтобы еще не всякий мой почерк поймет и тем более пишу вот так вот поэтому я просто взял это быстренько вот с помощью этого сервиса перевел в текст можете смело ругаться любыми трехэтажными матами он все это запеки вот поэтому вдруг кому-то понадобится достаточно интересно ну вот я мне идея нравится я ее дальше мне кажется я очень надеюсь что у меня будет время вместе с вами сделать что ты но почему нет образы интересны всех обнимаю сердцу и все спасибо за внимание надеюсь это было вам полезно